МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И начнем, наверное, с самой наиболее актуальной темы на сегодняшний день. Это вопрос поддержки военных. То есть одно из недавних новшеств – это изменения, которые уравнивают в льготах и получение мер поддержки мобилизованных контрактников и добровольцев. Расскажите о деятельности, которая связана с этой сферой, о поддержке мобилизованных. Да, мы буквально за последние несколько месяцев приняли ряд законов по поддержке наших участников специальной военной операции и их семей. То, что вы один из них сказали, здесь я хотел только более подробно. Есть у нас контрактники, которые сами контракты заключили с Минобороны и служили. Есть мобилизованные, которые по согласному указу Верховного главного командующего были призваны, то есть без их согласия они пошли служить Родине. Есть еще добровольцы, то есть те, которые сформировали субъекты, и они тоже добровольно пошли защищать безопасность нашей Родины. Вот у нас в Республике Башкорстан были созданы батареоны имени Шеймуратова, имени Долставалова. И при этом по законодательству они не имели льгот той поддержки, которая предусмотрена для других военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Мы же буквально на прошлой неделе внесли изменение в закон, четко прописали, что они имеют такие же права, как все остальные участники специальной военной операции. Они, во-первых, являются участниками боевых действий, и, повторюсь, все льготы на них тоже распространяются. Я думаю, это справедливо, потому что они были созданы еще до мобилизации частичной, и, соответственно, они не должны из-за этого страдать, потому что они более сознательная часть наших людей, которые сами добровольно ушли. Поэтому сегодня никаких проблем возникать не должно. Следующее, мы также внесли изменение в закон части приостановления кредитов, потому что, вот не секрет, есть среди ребят такие, вот, кстати, об этом я когда ездил к ним в город Казань, встречался с ребятами мобилизованными, они об этом мне говорили, это было в середине октября месяца, что у нас есть кредиты, мы сейчас не знаем, как у нас будет просрочка, и у нас будут проценты и пение. И в законе мы четко записали, что все пение и проценты должны приостановиться на период их участия в специальной военной операции. Также такие же льготы будут иметь их члены их семей, то есть те люди, которые находятся на их иждивении. Что для этого нужно делать? Нужно написать заявление самому мобилизованному, нашему военнослужащему, его направить в банк. Если у него такую возможность написать, могут заявления его близкие родственники, должны приложить справку из военного комиссариата, то, что он призван. И банк уже обязан сам принимать решение еще 10 дней о том, что выдаются кредитные такие каникулы за этот период. При этом, если же сам написал мобилизованные военнослужащие заявления и без справки, то есть банк сам обязан запрашивать военный комиссариат и взять информацию, находит ли он делится участникам специальной военной операции. Поэтому, что касается кредитов, также мы внесли изменения в жилищный кодекс, согласно которому за этот период могут быть также переосновлены пении, штрафы за несвоенную плату жилищных коммунальных услуг и за капремонт. Поэтому это касается также самого военнослужащего и их семей. И при этом у нас еще есть республиканский закон, согласно которому они освобождены от уплаты за вывоз твердокоммунальных отходов. Это уже республиканский закон. Также несколько изменений мы вынесли по части наших мобилизованных и совместно с правительством Российской Федерации. Это очень важно. Об освобождении их от налогов. Вы помните, президент нашей страны об этом говорил, что 195 тысяч будет заработная плата рядового контракта либо мобилизованного. Не знаю, что у них все одинаково будет. И при этом 157 тысяч это будут социальные выплаты, так называемые, которые не будут облагаться налогом. То есть только оставшаяся часть будет облагаться налогом. То есть они от налога освобождены. И вот очень важно, например, у нас ведь есть выплаты пособий. То есть на это имеют право семьи, которые имеют доход ниже правительства минимума на должное население в субъекты. В данном случае в республике Башкорстан эта сумма составляет 12 110 рублей. Но для примера, если, например, семье пятеро и их доход, например, составляя зарплату матери и отца ну, допустим, 55 тысяч рублей ежемесячно, эта семья будет иметь право получать пособие. Почему? Потому что 12 110 рублей это будет 61 500 рублей. То есть у них ниже вот эту настоящую сумму будет выплачиваться государство. Выплачиваться будет сумма на праздничный минимум транспособный человек это 13 200 рублей. То есть в зависимости от дохода. То есть от 50 до 100%. Вот что касается мобилизованных. Вот здесь многие об этом не знают. Вот, например, если мобилизованный либо контрактник, либо доброволец, то есть он не работал до призыва и, соответственно, у него не было дохода, а когда человек не работает и не стоит на учете, соответственно, это не считается причиной уважительной и пособие не выплачивалось. То сейчас они имеют право подавать заявление и при этом доход этого военнослужащего не будет учитываться. То есть они сейчас имеют право начинать, их семья имеют право начинать получать пособие ежемесячное на семью дополнительно от доходов. Повторюсь, доход учитываться не будет. И еще следующий такой вариант. Например, мобилизованный работал до призыва для участия в специальной военной операции. Соответственно, у него был доход, например, там 50 или 60 тысяч рублей и семья не нуждалась, то есть не попадала под критерией и, соответственно, не получала пособие. То сейчас, когда он уже выполняет свой долг перед отчизной и эта сумма не будет учитываться в доходах, соответственно, они уже имеют право получать дополнительные пособия от государства. То есть вот здесь надо, чтобы эта семья уже имеет право подавать заявление. То есть вот такие изменения касаются мобилизованных. Буквально мы вчера в Госдуме рассмотрели еще один законопроект по поддержке семей мобилизованных и самого мобилизованного военнослужащего. Это касается приостановления гражданских дел, арбитражных дел с одной стороны, которая является мобилизованной. То есть это все дела будут приостановлены. И также мы в законе четко прописали по приостановлению исполнительного производства. Но все понимают, что такое исполнительное производство, это когда, например, он является должником, то есть он должен выплативать средства либо предприятию, либо гражданину. Все они тоже приостанавливаются, но за исключением алиментов ежемесячного выплаты на ребенка и выплаты за возмещение причиненного вреда. То есть во всех остальных случаях исполнительного производства будут они приостановлены. То есть чтобы и при этом обращая внимание, мы сейчас хотим ко второму ищению, законопроект пока еще не приняли, хотим нести еще изменения, чтобы невозможно было наложить арест на выплату военнослужащего, чтобы они полностью были защищены. Такое предложение мы рассматривали, я думаю, что ко второму ищению буквально до Нового года мы его должны принять. Мы планируем принять его. Зарев Закирович, вы в своем ответе коснулись темы пособий. Но также есть ведь изменения в сфере семьи и детства. В Госдуме приняли законопроект об изменениях в законе о государственных пособиях гражданам, имеющим детей. То есть предлагается некий универсальный вид пособий для беременных женщин и людей с детьми. Правильно? Да, совершенно верно. Мы раньше приняли несколько законов по выплате пособий беременным, по выплате пособий детям от 3 до 6 лет, по выплату детям от 7 до 17 лет. То есть это были разные законы и соответственно требования тоже были разными. Но это не совсем удобно людям, потому что они каждый раз должны ходить по требованиям собирать документы. И поэтому мы сейчас приняли единый закон универсальный. То есть это будет один закон и соответственно она будет специальна на все вот эти случаи. Это первое. Мы предусмотрели, что если раньше называлось пособием беременным, она не будет называться пособием беременным, она будет называться пособием по рождению и воспитанию ребенка. на это имеют право получать лица, которые от 6 недель беременности, при этом если они стали на учет до 12 недель беременности и у них доход ниже прайшного минимума, 12 110 рублей, о которых я сегодня уже говорил. Также это касается вот как я сказал детям до 3 лет и до 17 лет. При этом пособие выплачивают назначаются вернее на 12 месяцев по течению которые они должны подтвердить. Здесь я уже в принципе рассказал кто иметь его право получать, при этом только обращаю внимание, что будут учитываться доходы и от иных доходов от самого заработного плата. Например, если у них есть вклад в банки, это доходы от вклада также будут учитываться. Если у них например есть дом, если у них дорогие машины и так далее, то есть это тоже будет учитываться при назначении пособия. Мы полагаем, что это будет удобно, люди не будут ходить постоянно в органы соцзащиты подтверждать свое наличие, но и как я сказал, расширится перечень лиц, получающих это пособие. От сферы семьи и детства к сфере образования есть большой блок изменений. В этой области какие задачи ставят перед собой партия «Единая Россия» и изменения в связи с ними? Хотел бы еще закончить по поводу... Про пособия? Да, вот знаете, вот про пособия по пенсии и заработной платы. В этом году мы приняли один, я считаю, очень такой важный закон по ограничению ареста на пенсию и заработную плату. Я, говорю, что у нас есть люди, которые задолжали неумышленную, то есть, например, они взяли кредит, но потеряли работу или заболели, и у них накапливается долг. И при этом, например, если человек получает, допустим, пенсию 15 тысяч рублей, у него половина по закону забирает, и человек должен жить на 7,5 тысяч рублей. Поэтому мы очень долго его обсуждали, я проводил несколько встреч в Госдуме, все-таки мы смогли именно в фракции Единой России мы его пролоббировали, чтобы этот закон был принят. Закон вступил в силу, согласно этому закону правительственный минимум 30,5 тысяч человека не может быть арестован ни судом, ни Федеральной службой судебных призывов. Это сегодня 15 тысяч, по-моему, 100 рублей. Вот эта сумма никто не имеет права арестовать. То же самое по нашему, как говорил, пример по пенсионеру, то есть у него не имеют права уже арестовывать. Что сверх этой суммы, туда это можно будет арестовывать. Но до этой суммы почему? Потому что понятно, что были очень много противников, которые говорили, что они же это понимали, они себе умышленно пошли, но тем не менее мы считаем, что у человека должно оставаться прайшнее минимум, чтобы человек мог нормально жить. Это касается и пенсии, и заработной платы. Поэтому это тоже социальная защита наших людей. Это важная гарантия в обеспечении просто даже выживания, я бы даже сказала, наверное, человека. Что касается по образованию, мы в последние годы очень большое внимание уделяем образованию. Приняли ряд изменений в области образования. Кстати, вот последняя инициатива, только скажем, это только инициатива, пока мы ее не приняли. это озвучил и председатель нашей Государственной Думы Исаак Викторович Володин. Я тоже об этом слышал неоднократно. Это вот привлечение к трудовому воспитанию детей. Сейчас почему-то в школах говорят, что там вот детей нельзя привлекать к труду, что это запрещено. На самом деле это не запрещено, просто это по согласию родителей. Но не все родители это правильно понимают, большинство говорят, что там я не хочу, чтобы я... Детский труд и так далее, да? Да, вот они говорят, я не хочу, чтобы они там работали. Хотя я считаю это нормальным явлением. Вот, например, я учился в школе в советское время, мы пололи картошку, мы пололи свеклу со школы, мы выращивали капусту, картошку выращивали на поле с этом участке школы. И, конечно, там дежурные мыли, полы, это нормально. Это приобщение к труду, к создачной деятельности. это трудовое воспитание. И мы сейчас хотим разработать законопроект, то есть по внесению изменений, чтобы это, в общем-то, должно быть. Потому что дети должны приучаствовать в труду, посильному труду, конечно же, это не тяжелому труду, который они могут делать, ну, допустим, даже там вытереть доску, или там дежурство, чтобы там расставить там стулья, эти какие-то небольшие работы, я считаю, это некий элемент готовности к жизни в дальнейшем также. Конечно, поэтому, учитывая, что такие вопросы есть, мы хотим не все. Что касается вот уже принят законов, но вы знаете, что мы все-таки приняли закон о бесплатном питании школьников первых, четвертых классов. А знаете, это почему? Потому что сделали в том числе, потому что вот когда приходишь в школу, родители, некоторые говорили, что у нас дети задают вопрос, а почему, например, Васе бесплатно положено пить сына и он говорит, а мне не положено. Детям это не объясни, что это вот он нуждающийся, он из многих семьи. Поэтому я считаю, что то, что мы такой закон вынесли, это уравняло всех детей, они сейчас питаются бесплатно. Да, конечно, у нас в планах, чтобы сделать это до 11 класса, но я думаю, что это все равно мы его сделаем, но пока вот учитывая финансовое положение, конечно, нашего государства. Первые шаги уже есть. Да, первые шаги есть. И, кстати, в этом году вот буквально на днях мы утвердили бюджет, если быть точнее, вчера утвердили третье мечтение на 20-й год, и там мы увеличили сумму на питание детей. Если мы ежегодно 60 миллиардов рублей было заложено, и в прошлом году 60 миллиардов, то мы его увеличили на 4 миллиарда, учитывая того, чтобы продукты дорожают, чтобы это не отражалось на питании детей, чтобы это не было более скудным. Также мы внесли изменения законного образования в части отчетности учителей. Учителя очень большое количество отчетов, и, соответственно, они очень загружены. Мы четко прописали, что не должно быть отчетов, не связанных с обучением. Там буквально вот 5 видов отчетов, но больше не должно быть. А сегодня у них там, они говорят, там около 15 видов отчетов получается. Не остается времени, чтобы здесь не заниматься. здесь не заниматься они должны. Поэтому мы сейчас посмотрим, промониторим, как этот вообще закон исполняется и как, насколько они разгрузились, учителя наши. Также сейчас в этом году с 1 сентября начался эксперимент в нескольких субъектах по новому оплату труда для учителей. Если эксперимент удастся, то есть мы хотим распространить уже на всю Россию, на всех школах. Со следующего года, то есть учебного года. Основной, конечно, там будет, чтобы каждому учителю было понятно, из чего складывается его заработная плата. Сегодня в каждой школе практически есть разница даже между школами, не говоря уже между городами, районами или между субъектами. Мы считаем, что должна быть примерно одинаковая и не должна получать начинающих учителей намного меньше. То есть должен быть оклад основной заработной платы и должен быть в услугу лет. Сегодня зарплаты не секрет, получать они в среднем в связи с тем, что они уже ведут больше объем работы, чем должен быть учитель. Поэтому посмотрим, как у нас пройдет этот эксперимент. Ну и мы уходим от понятия образовательной услугой. это мы тоже внести и изменим закон, чтобы это же не услуги, то есть это тоже мы считаем, что понижать у нас вообще авторитет учителя, они не обслуживают персонал, поэтому мы его за закон убрали. Также по инициативе Парта Едина Россия утверждили программу по капитальной ремонту школ. Невзирая на экономические трудности, на следующий год все планы остаются, капитальный ремонт школ будет проводиться. В Республике Башкорстан в этом году капитальный ремонт проводил 60 школ. Это первые проводится такой капитальный ремонт, такого никогда не было. Деньги поступают из федерального бюджета. В городе Салавата был проведен капитальный ремонт коррекционной школы на 26 миллионов рублей. Что интересно, в рамках капремонта деньги закладываются и на приобретение мебели. Оргтехника тоже очень важно, чтобы школа была новой. Ремонт проведен, мебель. До конца этой программы, до 26 года, в Республике Башкорстан будет ремонтировано 365 школ, проведен капитальный ремонт. Это в день по школе в год получается, да? 365 школ. Поэтому мы считаем, это очень хорошая программа. А программа, почему мы такую приняли и предложили президенту страны, и президент поддержал его, потому что мы в прошлом году, когда были выборы, собирали информацию от людей, народную программу, так мы ее назвали, люди говорят, что хотели бы изменить. И что интересно, большое количество людей, обращений, что именно надо провести капитальный ремонт школ, потому что школа в своем плохом состоянии. Поэтому это вошла в народную программу партия «Единая Россия». Зарев Закирович, в Госдуме вы состоите в комитете по экологии, и там курируете законопроект, который вносит изменения в процедуру получения права на владение оружием. Насколько я понимаю, такая процедура ужесточается и подразумевается более строгая проверка знаний. Правильно? Да, законопроект веду я. У нас в стране около пяти миллионов охотников или лиц, имеющих оружие. В республике Башкотстан 70 тысяч человек являются охотниками. И ежегодно в Башкотстане около двух тысяч человек прибавляется для лиц, имеющих оружие. И к сожалению, очень много несчастных случаев, в том числе известных, которые по всей стране, и много неизвестных, которые нет в средствах массовой информации, когда несчастные случаи, либо у человека берут оружие его близкие и его применяют в убийстве или какие-то другие преступления, либо несчастные случаи при охоте случая, если человек получает ранение, либо умирает. И поэтому мы проанализировали, всего около 50 тысяч таких нарушений происходит в год по стране. И когда мы посмотрели, увидели, что для того, чтобы получить охотничий билет, человек приходит, расписывает, что он ознакомен с требованиями охот-минимума и получает удостоверение. А это дает право на владение оружием. Это ненормально. Поэтому мы хотим, чтобы этого не должно быть. Человек должен сдать экзамен на здание охот-минимума. Что такое охот-минимум? То есть там требования владения оружием, требования фауны, флоры, требования биологии деких животных, право хранения оружия, правила перевозки оружия и так далее. Человек это должен знать. Если человек не может сдавать, он не имеет права получить оружие. также мы ставим одно требование в этом законопроект, что человек должен представить справку о том, что он не страдает болезнями какими-то, либо не являетесь наркоманом, либо алкоголиком, который является препятствием для получения оружия. Поэтому буквально вчера мы его приняли в первом чтении, я его представил своим коллегам на пленарном представлении государственной Думы, и я надеемся, что мы в ближайшее время его примем. Соответственно такой своеобразный барьер, чтобы их должно быть меньше, но извините, они должны, мы должны быть уверены, что они находятся у нас с охраной сторожей, и человек знает, как с ним обращаться. Это важное начинание для обеспечения безопасности людей, прежде всего. Конечно, потому что вот буквально только недавно в Уфе был случай, он небрежно хранил свое охотничье оружие, взял его близкий родственник, и просто человек погиб. А вот это недопустимо, поэтому таких случаев быть не должно. Чтобы люди только самые ответственные, самые знающие получали право на владение оружием. Конечно. еще один закон мы буквально приняли, тоже я его ввел сам, право на аренду оружия. Вот сегодня же люди берут оружие и один-два раза ходят на охоту, это ненормально, то есть они должны его хранить, они должны покупать, они должны пройти, то есть их разговор должны проверять. Так может быть просто у нас есть охотничье общество, пусть они туда приходят, берут в аренду оружие, и пусть охотятся несколько раз в год, или там 3-4 раза, зачем ему с оружием водиться. Мы и так и предусмотрим. Еще сегодня, например, я назвал цифру 70 тысяч охотников в Республике Башкортостан, и при этом информации точно нет, кто из них, сколько из них жив, человек там умер, человек там что-то заболел, то есть он не имеет права, то есть должен быть определенный срок, чтобы он еще раз прошел, и имеет ли он право владеть, нет ли у него каких-то препятствий к этому. То есть подтверждение права, да? Да, подтверждение, потому что должно быть соответственно, я считаю, что это, да, наши скажут ходинг, что это ужесточение, но если ты владеешь оружием, то будет добро, исполняй, то есть требования, которые предусмотрены законом. Многое сделано для ограничения действий коллекторов, принято в законопроекте в этой области, расскажите. Мы пару лет назад внесли изменения в законодательство, в части установили ответственности коллекторов, так называемых, предусмотрели штрафы. Почему? Потому что, к сожалению, очень много было обращений граждан, например, они постоянно звонят, вот у них там имеется долг, банк им продает этим коллектором, они начинают, люди прямо в смысле вбивать, ходят там на работу, сообщают, там родственников начинают терроризировать. И в таких случаях мы поставили прямо четкое ограничение, что сколько раз, например, в неделю они могут позвонить, что запрещается, например, там родственникам беспокоить, запрещается, например, ходить на работу и так далее. Там очень много ограничений. И далее полномочия Федеральной службы и судебных приставов выявлять такие факты и привлекать к их ответственности. Также буквально вот на прошлой неделе мы вынесли изменение в Уголовный кодекс Российской Федерации, установили уголовную ответственность коллекторов. Потому что бывают случаи, когда они угрожают убийством, угрожают там применим насилие, либо применять насилие, либо распространять заведомо ложные сведения о человеке для того, чтобы его заплатить долги. Но если человек имеет долг, то не означает, что что угодно можно с ним делать. У него есть права, у него есть родственники, и, соответственно, никто не имеет права его терроризировать и применять там насилие, либо угрозу применения насилия. Поэтому мы четко прописали, что это специально будет статья и будет привлекаться к уголовной ответственности вот за такие отношения к нашим гражданам, коллекторов. Там предусмотрели наказание до пяти лет лишней свободы. Если такие факты имеют место быть, то есть надо написать заявление в полицию, полиция проведет расследование, передаст на дело в суд, суд уже будет начать наказание таким коллекторам. Если же вот просто звонки были, либо там беспокойство сверх предела то, что они могут сделать, тогда надо обращаться в федеральную службу своим приставам, они должны провести там также административное расследование и привлечь к ответственности вот этих коллекторов. Ну что ж, важная информация для наших зрителей. А я хочу напомнить салаватцам и всем нашим зрителям о том, что более подробно узнать о вносимых законопроектах и принятых законах можно на личной странице Зарифа Закировича Байгускарова ВКонтакте, в Одноклассниках и в Телеграме. Добро пожаловать! Уважаемые жители города Салават, Салават для меня город родной, потому что я здесь учился, здесь училась моя супруга Гульнас, поэтому наша молодость прошла в этом городе. Конечно, я всегда с удовольствием приезжаю сюда. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их направить в письменном виде по адресу города Фауле Сурипа 17. Ну и следите за новостями в моих соцсетях ВКонтакте, Телеграмм Одноклассниках я периодически приезжаю в город Салават и провожу прием граждан. Конечно, по каждому обращению принимаем меры в соответствии с законом для того, чтобы он был разрешен. Поэтому, пожалуйста, я к вашим услугам. Ну что ж, Зариф Закирович, спасибо вам за беседу, за то, что ответили на наши вопросы, посетили нашу студию. До новых встреч, до свидания. Спасибо вам, приглашайте. Всегда с удовольствием по-другому. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок